Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Конец смены. Лагерь, в котором отравились более 90 человек, закрыли. В каком состоянии дети? Наблюдатели под наблюдением. Как секретные документы миссии ОБСЕ оказались у российских спецслужб? Как в голливудском фильме в Мукачево, полиция устроила погоню со стрельбой и разбитыми машинами. За кем гнались? Слово «воробей» вылетит, Трамп поймает. Что такого сказал в Хельсинки американский президент, что теперь берет свои слова обратно? Уже 91 человек госпитализирован с базы отдыха «Орленок» в Донецкой области. 76 из них дети от 9 до 16 лет. Предварительный диагноз у всех – острая кишечная инфекция. Чем они отравились и как себя чувствуют, узнаем от Игоря Левенка. Ну, в основном, большинство у всех вечером стало плохо. Больница Славянская. Сюда доставили 23 пациента с признаками острого пищевого отравления. Эти юноши – ученики лицея из Покровска. Всем по 19. Путевку в оздоровительный лагерь «Орленок» в селе Сосновом им купили родители. Ребята приехали на полную смену 21 день, но после третьих суток оказались на больничных койках. Вчера вечером в 11 стало плохо, начал оточнить. Слабость начала. И голову окружили. Всего в заведении отдыхали 134 человека. Сейчас «Орленок» прекратил работу. Оставшихся детей родители спешно забирают домой. Врача спросила о диагноз. Никто мне не ответил. Сказали, через 4 дня будут ответы. И я не могу ничего сказать. Я не знаю. Мне дали, чем я могу ее подлечить дома. Сейчас в больницах Лимана, Славянска и Краматорска находятся уже 76 детей и 15 взрослых. Медики не исключают, может быть и вторая волна пациентов. Ведь кишечная инфекция в организме проявляется не сразу. С проявлениями острого гастроэнтероколита. Это была рвота, это был диспептический синдром и гипертермия. На сегодняшний день состояние детей расценивается как средне-тяжелое. Получают медикаментозное лечение. Сейчас эксперты устанавливают источник и тип инфекции. Есть подозрения на сальмонеллез. Без лабораторных данных мы не можем говорить, какая это инфекция. Несколько микроорганизмов вызывают тяжелое течение. Теоретически может любая инфекция быть. За нарушение санитарных правил и норм прокуратура Славянска открыла уголовное производство. Работала Держпрожил служба, которая отобрала образцы питания, которые употребляли дети, отправлены на исследование. По указанному факту открыто уголовное производство, по статье 325 Уголовного кодекса Украины, наказание предусмотрено до трех лет ограничения свободы. Пациенты больниц говорят, еда в заведении не выглядела испорченной. Питались молочными и мясными продуктами. Утром манку ели, потом в обед макароны с печенкой. Ну а там на полденьке кефир, булочка такая. Орленок недавно взяла в аренду супружеская пара, частные предприниматели. Под их руководством лагерь работал всего лишь полтора месяца. Сейчас решается вопрос о размещении детей в других оздоровительных учреждениях после выздоровления. За расследованием следит лично омбудсмен Людмила Денисова. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Принять меры по факту отравления детей и проверить все детские здравницы Украины на предмет соблюдения санитарных норм и безопасного питания. Такое поручение дал профильным министерством Владимир Гройсман. Перетрясти все таможенные бумаги и запросить данные в ЕС потребовал премьер от главных фискалов на сегодняшнем заседании Кабмина. Контрабанда леса наносит стране миллиардные убытки и мораторий не мешает масштабнейшей вырубке и вывозу Кругляка за рубеж. Что планирует предпринять в правительстве узнаем от Александра Васильченко. Размахивая стопкой документов перед министрами, Гройсман объясняет это изъятые бумаги, по которым, вопреки запрету, лес Кругляк вывозят в соседние страны. В доказательства приводит фотоотчет. Только за последний месяц, подчеркнул премьер, за границу нелегально вывезли около тысячи вагонов леса. Национальная полиция, Держгеокадастер, начали ретельные проверки господарской деятельности всех лесгоспов Украины с конкретными, абсолютно конкретными данными про накладни, кто их подписывал, кто он вантаживал, какой митник, призвища, какая митница оформлял, через какие пункты пропуска проходила эта контрабанда. Лес, который вывозят в другие страны, в Украине оформляют как дрова. Пересекая границу, его назначение меняется, объясняет нелегальную схему глава правительства. За более подробной информацией о контрабанде древесины правительство обратится к представителям Евросоюза. Киеву нужны таможенные данные соввозе леса. Еще одно будет сформирование сегодня до наших партнеров по Европейскому Союзу, про то, чтобы они дали нам доступ к информации, про то, какой лес заезжал на территорию Европейского Союза. То есть мы знаем, что выезжало звезды, и будем знать, что заезжало туда. Мы увидим, что звезды выезжали дрова, а туда заезжал лес Кругляк. Контролировать вырубку леса должны экологи, но в Министерстве экологии и природных ресурсов утверждать, что не имеют такого права. Мораторий, который принят в Верховной Раде на действие проверок, в том числе поширится на экологическую инспекцию. Мы сегодня не можем проверять ситуацию и те события, которые происходят в лесах. Контролью транспортировки древесины намерены привлечь и Укрзалезницю. Сотрудники железной дороги должны выявлять нарушения и их документировать, фотографировать или снимать на видео. У меня такое прохание, чтобы в этом решении уряда прописали отдельное доручение Укрзалезнице ввести конвенцию на экспорт деревьев до отдельного решения в каждом конкретном вопадке с боку ДФС и нацполиции, что это действительно есть дрова или деревьев, которые позволено экспортировать. Наказывать контрабандистов в Кабмине предлагают жестко. Чиновников отстранять от должности и через суд добиваться лишения свободы. Впрочем, в Кабмине сегодня пригрозили не только уголовными делами. Гройсман запретил выплату бонусов и необоснованных вознаграждений в госкомпаниях. Я считаю и поддерживаю, что зарплаты должны быть достойные, премии должны быть достойные, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее. Но что до жадебности, надмирности, фантастических каких-то цифр, которые планируются или предлагают выплатить, я такого поддерживать не могу. Власником государственных компаний есть украинский народ. И я думаю, если честно и справедливо платить, то хорошо. Но если надмирно, то никто это не поддерживает. В течение трех дней соответствующее решение Министерства экономического развития должно отдать на подпись премьеру. Ранее утвержденный размер бонусов составлял 1% суммы выигрыша в суде. Так, наблюдательный совет «Нафтогаза» Украины после победы над «Газпромом» в стокгольмском арбитраже назначил себе выплату в размере более 45 миллионов долларов. Александр Васильченко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Не утихают обстрелы на Донбассе. За минувшие сутки боевики открывали огонь по нашим позициям более 30 раз. В основном на Донецком и Мариупольском направлениях. В районе Попасной, в Луганской области, в результате очередного обстрела погиб украинский боец. Еще двое военных были ранены. Это произошло в районах Светлодарска и Горловки. В штабе заявляют, что несмотря на перемирие, боевики продолжают использовать запрещенные калибры. Ворог тричі застосовывал 82-мм минометы. Командувание объединенных сил данное порушение было уважно вивчено. Зроблены соответствующие выяснения. А сам факт использования противника оружия, заборонено Минскими договоренностями, задокументованного и переданного в соответствующие международные организации. Ситуация на линии зитнания осталась полностью контролирована. В прифронтовую Маринку возвращаются ее жители. Несмотря на то, что боевые действия продолжаются, город активно отстраивают за счет международной помощи. Геннадий Вивденко видел, что уже успели восстановить. Вот так выглядит кабинет директора торгового центра в фронтовом городе Маринка. До оккупантов здесь совсем близко. Вон там вот шахта Трудовская, она уже находится под контролем боевиков. Тем не менее, уже 1 сентября торговый центр собирается возобновить свою работу. Кабинет будут ремонтировать в последнюю очередь. Сначала восстановят торговые площадки на первых двух этажах. Директор показывает снимок ракеты «Град», которая попала в помещение. Град. Сколько? Один не разорвавшийся и один не разорвавшийся осколки. Может и не один, потому что были только осколки. Это был швейный цех. После 10-го попадания уже перестали их считать. Окупанты ежегодно засыпали многострадальный дом минами и ракетами. Повреждений много. У нас вот эти все простеночки, вы же видите, все перекладывается. Уже сейчас об обстрелах почти ничего не напоминает. Здесь будет 17 предприятий. Гастроном, парикмахерская, детские товары и тому подобное. Делали перепланировку. Больше света стало. Ремонт не закончен, но Раиса уже на работе. Спрос есть. К обычной клиентуре добавляются еще и военные. Военные часто переделывают форму. Им обычно хочется все равно красиво в боевых действиях. Они любят, чтобы красиво укорачивать. Все это результат пилотного проекта Международного комитета Красного Креста. Мирным жителям фронтовой зоны помогают восстановить жилье и открыть собственное дело. Мы помогаем людям восстановить свой, скажем так, доконфликтный источник дохода. То есть, дабы не предоставлять людям рыбу, мы хотим предоставить им удочки. Проект «Дома быта» обошелся Красному Кресту в 700 тысяч гривен. Это помощь предпринимателям и ремонт помещения. Благодаря Красному Кресту, что выделили материал, мы немножко добавили своего и полностью восстановили крышу. Хотим сделать интересный дизайн. Ну и таким образом понемногу восстанавливать наш город. Открывать людям возможности покупать то, что им нравится. На соседних улицах волонтеры международных организаций ремонтируют крыши и устанавливают окна. Хотя до врага здесь всего десятки метров. Здесь никто никогда не работал до нас в течение всех этих лет. Потому что даже сейчас это опасно здесь. Вечером бывают обстрелы, иногда днем. Половида крыши не было, перекрыли. Ну и жем окна. Сотрудники Красного Креста понимают, что очередной обстрел оккупантов может свести их усилия на нет. Однако продолжают работу. В Маринку начали возвращаться вынужденные переселенцы. Уже сейчас жители Маринки. 7 тысяч. Почти довоенный показатель. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Миссия ОБСЕ на востоке Украины проверит информацию об утечке внутренних данных, которые якобы попали в руки российских спецслужб. О сливе секретных материалов накануне сообщили журналисты немецкого канала АРД. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе в центре скандала. Внутренние документы наблюдателей могли попасть в руки российских спецслужб. И передал их ФСБ якобы один из сотрудников миссии. Об этом сообщают журналисты немецкого общественного телеканала АРД. Их расследование на эту тему вышло в эфир накануне вечером. Авторы программы «Факт» утверждают, с ними связался информатор и передал копии документов, которые ранее оказались в руках ФСБ. На полученной флешке журналисты нашли внутренние отчеты миссии, переписку ее руководителей, планы объекта ОБСЕ и подробную информацию о расположении камер наблюдения. Были среди материалов и мини-досье на отдельных сотрудников миссии, начиная с данных о группе крови до индивидуальных психологических портретов. К примеру, кто из наблюдателей любит крепко заложить заворотник, кто мечтает заработать много денег, ну а кто буквально теряет голову от красивых женщин. Возможным шпионажем не удивлен главный дипломат Украины, Павел Климкин считает, подобные инциденты это попытка скомпрометировать миссию ОБСЕ. Вот я, когда рассказываю нашим европейским друзьям про работу миссии ОБСЕ, они говорят, а почему иногда патрули миссии затримаются? Я говорю, давайте подивимось статистику. Наши хлопцы затримывают только патрули, когда там есть россияне. Оскільки они приезжают, и за 15-20 минут обстрел. Мы точно уверены, что все россияне в складе миссии работают на спецслужбе. Я только един, что не знаю, на одну спецслужбу, или на все вместе. Есть, конечно, и другие. Но, и это должно быть сказано, сама миссия очень важна. И те люди, которые там работают, они очень отдаются. Отреагировали представители миссии, выразили обеспокоенность, пообещали провести собственное расследование и проверить информацию. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Послы ЕС ввели дополнительные санкции в отношении шести человек, причастных к строительству Керченского моста. Об этом на своей странице в Фейсбук написал президент Порошенко. По его мнению, этот шаг подтверждение того, что причастные к аннексии Крыма будут наказаны. Порошенко также поблагодарил европейских союзников за солидарность и поддержку в противодействии агрессору. А еще президент сегодня выложил видео показательного полета Ан-178. Новый украинский самолет участвует в Международном авиакосмическом салоне в пригороде Лондона. По словам Петра Порошенко, транспортный бор спроектировали инженеры завода Антонов. 80% всех комплектующих произведены в Украине. Ранее детали для самолета поставляли из России, но теперь россиян исключили из списка возможных поставщиков. Британские депутаты выступили против проекта «Северный поток-2». В этом вопросе они полностью на стороне Украины и призывают правительство Соединенного Королевства сделать все возможное, чтобы остановить строительство этого газопровода. Светлана Чернецкая слушала их доводы в Лондоне. У Лондона нет особых интересов в проекте «Северный поток-2». Британия совершенно не зависит от российского газа. Большую часть нужд покрывает собственное производство. Также надежным и проверенным поставщиком является Норвегия. И всего-навсего 1% газа поступает в королевство из России. Поэтому вроде бы и особых причин вмешиваться в вопрос нет. Но Лондон понимает, строительство нового газопровода еще больше усилит позиции Москвы на европейском энергетическом рынке. И суть здесь не в экономической выгоде, а в политических амбициях. В то время как Европа должна искать пути диверсификации поставок, она наоборот поддается риску усилить зависимость от российского газа на последующие десятилетия. Это увеличит возможность России использовать газ как инструмент политического давления, который она сможет применить против определенных стран. Новый газопровод строят в обход Украины. Он начинается в Ленинградской области, проходит по дну Балтийского моря и заканчивается в немецком городке Грайвсвальд. После запуска Северного потока-2 Россия сможет полностью отказаться от транзита своего газа через территорию Украины. Чем тоже обеспокоены британские депутаты. Очень сложно оправдать строительство Северного потока-2 с коммерческой точки зрения. Газопровод, который проходит через Украину, довольно гибкий, предусматривает колебания газового давления и может справиться с увеличением поставок. После запуска Северного потока-2 для России этот газопровод станет неактуальным и у него не останется препятствий для дальнейшего вторжения в Украину. Лондон в очередной раз заверил Киев в своей полной поддержке, обещает и дальше помогать с реформами и уже выделил 35 миллионов фунтов на следующий год в качестве технической и гуманитарной поддержки. Также Британия обещает активнее выступать в качестве переговорщика с европейскими странами, которые поддерживают Северный поток-2. Пока главным сторонником строительства, кроме России, является Германия. Впрочем, у проекта есть и довольно сильные противники. Среди них американский президент и европейская комиссия. Но на фоне жарких политических дебатов строительство трубопровода идет по плану и ввести в эксплуатацию его должны уже к концу следующего года. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Война за киловатты. В Черкассах без электричества остались жители многоквартирного дома. Это почти две сотни квартир. Все они исправно платят за свет, но оказались заложниками конфликта. Правление ОСМД и частные энергокомпании. В чем суть этой проблемы, разбирались мои коллеги. Ну вот ягодки у нас. Вот у нас. Елена с грустью показывает, во что превратились замороженные для детей фрукты и ягоды после отключения света. В их доме электричество пропало утром и почти на весь день. Включили только под вечер. С маленьким ребенком на улицу выйти невозможно. Коляску спустить, соответственно, ребенка. Мы платим ежемесячно, при этом платим регулярно, всегда, вовремя. И никогда задержек не было. И поэтому как-то непонятно. Без электричества остались не только 170 квартир, но и несколько десятков офисов. Работа этой IT-компании была практически парализована. Ребята вынуждены были арендовать генератор. Сейчас опасаются очередных отключений. Держат на готове несколько канистр с топливом. Да, на сегодня готова вот розетка. Вчера я сразу подключаю. То есть, по-моему, электрик все нам делал. Ну да, затраты. Вот просто одного дня на подключение генератора к, в общем, снабжению офиса, по-моему, 3,5 тысячи гривен. Просто за один день. Об отключении электричества жителей еще с воскресенья предупредила частная жилищная компания, которая владеет электроподстанцией. В объявлениях частники объяснили, будут проводить ремонтные работы. Но рядом разместили информационный листок с обвинением у СМД Высотки в краже электроэнергии на сумму, превышающую 200 тысяч гривен. Председателю СМД уверено, именно это причина отключений. Но еще в 2010 году жильцы дома отказались от услуг жилищной конторы и заключили договоры напрямую с Облэнерго. Все время исправно платили по счетчикам. Я считаю, что это шантаж, самоправство и злочин. Это злочин против людей. Для того, чтобы сказать, что вкрали, то нужно какие-то подставки, чтобы это было вкрадено. Но компания-владелец электроподстанции настаивает. Показания счетчиков в доме и на их генераторе очень отличаются. Значит, кто-то ворует электроэнергию. У нас каждый месяц минимум от 5 до 10 тысяч киловатт выходит расходы между нашими и теми, которыми они отчитываются в РЭС. Директор уверяет, эту проблему не могут решить уже 7 лет. Разницу в показаниях жилищная компания оплачивает со своего кармана. Поэтому начали ремонтные работы, чтобы найти вора. А пока его не обнаружат, заложниками без света остаются почти 200 семей. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкассы. Погоня копов за контрабандистом в Мукачеве. Настоящий боевик сегодня увидели жители этого города. От полиции пытался уйти водитель темно-синей иномарки. Предположительно, литер ОПГ. Без стрельбы не обошлось, но беглеца все же задержали. Деньги, наркотики, стволы. Все детали в нашем материале. Информация о спецоперации в Мукачеве разлетелась по сети мгновенно. Погоня с перестрелкой произошла на окраине города, возле самого большого местного рынка. Камеры наблюдения зафиксировали момент задержания водителя темно-синей машины. Дорогу ему перекрывает белый внедорожник. Из него выскакивают люди в полицейской форме. Водитель пытается бежать, полицейские стреляют. Квинкова понимает, что на встрече ему просто перекрывают рух. Он давал назад и побил машину обычных водителей. Две машины сбивает, он протиранил. На машине задержанного венгерские номера. После спецоперации простреляна шина, лобовое стекло, следы от пуль на капоте. Окно возле водителя тоже разбито. Но задержанный ранен не был, утверждают очевидцы. В полиции подтвердили, что проводят спецоперацию в Мукачеве совместно с военной прокуратурой. Доси еще проводят спецоперацию по затриманню членов организованного злочинного угруппования, которые протягом длительного времени занимались незаконным постачанием и сбутом наркотических средств и психотропных вещей, в особенности в больших размерах, на территории области и других регионов стран. Больше подробностей о спецоперации в Мукачеве в полиции обещают обнародовать завтра. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Воспитание до реанимации. 37-летняя жительница села Кроволука в Тернопольской области до полусмерти избила своего двухлетнего сына. Ребенка в крайне тяжелом состоянии в больницу привез отец. В семье, кроме этого мальчика, еще пятеро детей. Против женщины полиция открыла уголовное производство. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. Когда он плакал, он пошел в комнату, мама держала на руках этого ребенка, наносила ему удары руками, а потом, словом, он впал и ударился головой об подлогу. Стан дитинки при поступлении был тяжелый. Сомневость, порушение сознания, подвищение температуры. При глубже взгляде выявлено множение сенцов и гематомы на обличчя, тулуби, кинцовках. За подозрено побитие детей, про что поведено полицию. В процессе обслуживания выставлен диагноз закрытая черепно-морского травма, забег головного мозга, внутричерепные кровообеды. Очередной взрыв газа. На этот раз в Тернополе пострадали два человека. Это мужчина и семилетний ребенок. Сейчас они находятся в реанимации с сильнейшими ожогами. По чьей вине произошло это ЧП, разбирались наши корреспонденты. Взрыв газа произошел около девяти вечера. Рвануло в квартире на восьмом этаже. Начался пожар. В это время дома была семья с семилетним сыном. Больше всего пострадали отец и мальчик. Сейчас они в реанимации. В первую очередь джинка доставлена бригадой шутковой допомоги. С места пожарии поступила в край тяжелого состояния. Загарная площадка опеки 30%. Опеку складывается с тем, что мое место опеку дыханных шляхов, которые складываются протекать хворобой. Причину взрыва в полиции уже установили. Оказалось, всему виной женщина, которая пыталась совершить самоубийство и открыла все газовые конфорки на плите. Женщину госпитализировали в психоневрологическую больницу. Соседи утверждают, что она состоит на учете у врача-психиатра и уже неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Жанна Дудчак, Зиновия Автонас. Подробности телеканала Интертернопольская область. Не допустить приватизации детского лагеря «Молодая гвардия» и защитить от застройки санаторий Лермонтовский, обещают одесситам народные депутаты. В этом городе сегодня провели выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики. Нардепы рассказали об итогах своей работы. Профильные парламентские комитеты поддержали рекомендации правительству отправить в отставку исполняющие обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также исправить ошибки медицинской реформы. Кроме этого удалось защитить права людей, которым работодатели не выплачивают зарплату, и поэтому у них нет средств на оплату коммунальных услуг. «Мы провели тяжелейшую дискуссию с Министерством социальной политики и добились, чтобы эти люди, которые не по собственной вине, а по вине работодателя не получают зарплату и не оплачивают ЕСВ, получили автоматически право на субсидию. Таких людей сотни тысяч в нашей стране». «Наши здесь требования однозначные. Автоматическое переназначение субсидий, пересмотр и отмена частичного постановления правительства по субсидиям, дать людям возможность получать со стороны государства поддержку. Параллельно с этим мы требуем не допустить повышения осенью цен на жилищно-коммунальные услуги». «Доступных кредитов просят украинские товаропроизводители. На время поиска новых рынков сбыта взамен потерянного российского многие заводы нуждаются в господдержке, особенно производители сельскохозяйственной техники. На одном из таких предприятий в Кропивницком побывали наши корреспонденты». «Это крупное предприятие Эльворти в Кропивницком. Здесь разрабатывают и производят сельхозтехнику, пассивную и почвообрабатывающую. Предприятие обеспечивает работой почти тысячу человек. Люди получают достойную оплату за свой труд. Средняя зарплата – 8 тысяч гривен. Максим здесь работает уже 7 лет». «В городе другого нема пока в местах особо выбора. В принципе, нормально. Все вбирается в жилье. Как бы было жилье, можно и делать». Чтобы повышать зарплату сотрудникам и мотивировать специалистов, предприятие должно динамично развиваться, а значит, увеличивать объемы производства, объясняет руководство завода. «Инструментом, как же обеспечить эту жизнь комфортной, является бизнес. Заводы, там, где люди трудятся, там, где они платят налоги, там, где они создают основу для нынешнего поколения и будущих поколений». Для стабильного развития нужны новые рынки сбыта и гибкая система кредитования для украинских фермеров, главных потребителей сельхозтехники на внутреннем рынке, считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Он сегодня побывал с рабочим визитом на заводе и пообщался с руководством предприятия. «Подприятие динамично развивается, незважаючи на все трудности. Керівник підприятия є патріотом, і він намагається зробити так, щоб підприятие працювало добре. Завдання держави – допомагати таким підприятиям. Перш за все, це розширення ринку. Друге питання – це розширення внутрішнього ринку. Це треба допомагати фермерам, давати їм відновити пільги по ПДВ, щоб вони мали гроші закупувати цю сучасну техніку, яку ми сьогодні бачили, яка взагалі викликає довіру у людей, тому що це наше, це наше українське, вона вироблена нами, і треба дати фермерам грошей, щоб вони могли її купувати». Создать благоприятний климат для развития українських предприятий можна в першу очередь благодаря диалогу, власти і бізнесу, подытожив політик. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кропивницкий. Конституційний суд отменил сокращение льгот чернобыльцам. Об этом сообщил лідер фракции «Оппозиційний блок» Юрий Бойко. Решение суда он назвал победою оппозиції в борьбе за защиту прав людей. Этого політила добивалось несколько лет, подав десятки представлений в КСУ. Сегодня Бойко отметил, что это была совместная работа с представителями общественных организаций, чернобыльців, ветеранов і інвалідів. Защитная реакція. Єврокомиссія вводит временные меры безопасности в отношении импорта американской продукції из стали. Это ответ на введение пошлин Соединенными Штатами. С подробностями Ирина Иванова из Брюсселя. Американские тарифы закрывают рынок США для европейских производителей и грозят резким ростом поставок в регион. В Еврокомиссии опасаются, что пошлины могут навредить отраслевым предприятиям и рабочим в Евросоюзе. Мол, сталилитейная промышленность ЕС и так находится в трудном положении. Основные поставщики стали в Евросоюз – это Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина. Как объяснила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём, тарифные квоты затронут 23 категории товаров из стали. Размер пошлин 25%, но их ведут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года. Американские тарифы на стальную продукцию наносят ущерб торговле, что может нанести серьезный урон металлургическим предприятиям в этой отрасли. У нас нет другого выбора, кроме как ввести временные меры для защиты наших рынков. В то же время рынки ЕС остаются открытыми и будут поддерживать традиционные торговые потоки. Ограничительные меры вступают в силу с четверга и продлятся не более 200 дней. Решение Еврокомиссии тут же прокомментировали в Ассоциации европейских автопроизводителей. Там прогнозируют рост цен на сталь после нововведения. На фоне торговых премий с Америкой, Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле. Накануне делегация из ЕС побывала в Токио, где договорилась с японской стороной об отмене пошлин на более чем 90% товаров из Евросоюза, в частности на продукты. А страны ЕС аннулируют таможенные дарифы на 99% товаров из Японии, среди них на бытовую электронику и автомобили. Сегодняшнее соглашение будет иметь влияние за пределами наших стран. Вместе мы демонстрируем молчаливое несогласие и заявляем о будущем свободной и честной торговли. Мы показываем, что сильнее и лучше, когда действуем сообща. Двусторонние переговоры о свободной торговле Брюссель и Токио ввели еще с 2013-го, но никак не могли договориться об отмене пошлин на европейские сыры и вино, а также на японские автомобили и запчасти. Видимо, политика Дональда Трампа ускорила процесс. Соглашение ратифицируют в марте следующего года, после выхода Великобритании из ЕС. Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Оговорка по Трампу. Стараясь остановить волну критики в свой адрес, американский президент пошел на попятны. Он забрал обратно свои слова, публично сказанные в Хельсинки. О чем речь? Дмитрий Анопченко разбирался в этом Вашингтоне. Просто оговорился, бывает. Так бесхитростно. Дональд Трамп пояснил свои слова, которые вызвали бурю возмущения в Америке. Слова по поводу России и вмешательства Москвы в американские выборы. Вот та самая пресс-конференция в Хельсинки и реплика Трампа. Не вижу причин, почему Россия могла бы быть ответственной за вмешательство в американские выборы. Эта фраза и стала поводом для критики и для обвинений. Мол, глава государства не имеет права сомневаться в компетентности своих спецслужб. Да еще и публично, да еще и в присутствии Путина. Прозвучало даже слово «сговор». Чтобы утихомирить страсти, Трамп выбрал очень простой способ. Сказал на камеры, обвинять его не в чем. Мол, просто оговорка вышла. В ключевом предложении моего заявления я сказал «могла бы» вместо «не могла бы». Предложение должно было прозвучать «я не вижу никаких причин, почему бы это не быть Россией». Я сказал «почему бы это быть Россией» вместо «почему бы это не быть Россией». А если так, то и с выводами американских спецслужб. А в вмешательстве Москвы в американские выборы президент теперь уже согласен. Почему произошел этот политический кульбит, тоже в принципе понятно. Президент ведь вовсе не Москву, а самого себя защищает. Если признать, что Россия вмешивалась в выборы, значит дать возможность и их результаты. Теоретически поставить под сомнение. А этого Дональд Трамп своим противникам позволить никак не может. Вот и выбрал стратегию все отрицать, даже если и владеет какой-либо информацией. Поэтому даже сейчас, оправдываясь за свою якобы оговорку, Дональд Трамп еще раз сказал, что бы там на самом деле не происходило, на результатах выборов это все равно не сказалось. И эту позицию его администрация будет отстаивать очень жестко. А вот за встречу с Путиным ему придется еще не раз оправдываться, в том числе и сегодня вечером. У президента встреча с конгрессменами, на которой он попытается объяснить, о чем же разговаривал в Финляндии за закрытыми дверями. И если эти объяснения не устроят, конгресс может начать свое расследование. Ряд сенаторов уже заявили, необходимо затребовать полную расшифровку разговора Трампа и Путина, во время которого, кроме президентов, присутствовали только переводчики. Ведь на данный момент она засекречена, и даже ключевые сотрудники Белого дома полный текст пока не видели. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Как увековечили спасательную операцию в Таиланде, какой необычный транспорт появился в Нью-Йорке, и как решили использовать рингтон для мобильного швейцарца. Обо всем этом прямо сейчас. В индийском городке Большая Нойда на строительную площадку обрушился шестиэтажный дом. Под завалами оказались почти 50 человек. Официально подтвердили гибель двоих. Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут уцелевших. Дом возвели несколько лет назад. Большинство его жителей – строители, работающие неподалеку. Причину обвала выясняют. Погорячился. Илон Маск извинился перед дайвером Вернам Ансуортом за твит, в котором обозвал его педофилом. Изобретатель признался, его разозлило то, как британец в интервью отозвался об идее Маска использовать для спасения детей в пещере миниатюрную субмарину. Теперь он собирается применять ее в других спасательных операциях. По случаю спасения из пещеры 12 футболистов и их тренера, тайские художники создали 13-метровую картину. На полотне под названием «Герой» изображены несколько эпизодов спасательной операции до и после. Картину выставят в местном музее. В чилийских Андах снова напомнила себе вулкан Невадос-де-Чильен. В районе зафиксировали сейсмическую активность, и в любую минуту может начаться масштабное извержение. Власти уже мобилизировали экстренные службы и установили пропускной пункт у подножия горы. Эта территория не густо населена, но очень популярна среди туристов. В Египте на раскопках под храмом Анубиса в Саккаре нашли 8 миллионов мумий-животных. Среди них останки собак, шакалов, лис, кошек, мангуст и соколов. Исследователи из Британии предполагают, что находки около 2,5 тысяч лет. По их версии, животных мумифицировали для ритуальных целей. Водные процедуры устроил себе медведь в Соединенных Штатах. Животное решило немного освежиться в бассейне частного дома в Лос-Анджелесе. Сейчас в городе 32-градусная жара. Косолапый принимал водные процедуры полчаса, никого не тронул. После купания прогулялся по частной территории и отправился во Свояси. В Нью-Йорке впервые продемонстрировали беспилотный автобус. Небольшой шаттл предназначен для внутренних перевозок в аэропортах, университетских кампусах или парках развлечений. Транспортное средство вмещает два десятка пассажиров и передвигается со скоростью 30 км в час. Полноценную работу автобус планируют запустить до конца года. На службу в церковь швейцарского города Люцерн теперь зовет рингтон. В часовне Святого Петра звон колоколов временно заменила мелодия мобильного телефона. Это идея студентов местного университета искусств. Сначала просто шутили по поводу рингтона, но потом решили воплотить идею в жизнь. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова